Вот здесь, на территории бывшей ТЭЦ-11 по улице Энергетиков, в скором времени появится муниципальный приют для безнадзорных животных. Площадь его составит 8 гектаров. Приют будет находиться по соседству с частным, деньги на который сегодня жертвуют горожане. Деньги на содержание муниципального приюта будет выделять город. Из региональной казны на эти цели уже выделено порядка 2 миллионов рублей. В данный момент также Министерство по управлению имуществом Пермского края передает безвозмездно движимое имущество стоимостью порядка 3 миллионов рублей. Это автомобиль «Газель», это вольеры для содержания животных, это будки и другое оборудование для создания питомника и необходимое для лечения кастрации и эвтаназии животных. Подарок существенный – 37 вольеров, 15 будок, оборудование для лечения. Приют на 250 мест для безнадзорных собак и кошек обещают построить во втором квартале этого года. Сейчас идут подготовительные работы. После всех этих мероприятий земельный участок будет огражден забором, разганичен на зоны. Это зона выгула, зона кормления, зона лечения и зона содержания. Также планируется приобретение полевой кухни для приготовления пищи для кормления безнадзорных животных. Будет обеспечен пункт лечения по необходимости для безнадзорных животных. Будет устроено наружное освещение по периметру питомника. Для присмотра за животными наберут команду специалистов. Отловленные кошки и собаки будут жить в приюте постоянно. А не выпускаться через пару месяцев обратно на улицу, как это было раньше. Тему безнадзорных животных недавно обсуждали и местные депутаты. Их волновало, как обстоит работа с отловом бродячих собак сейчас. Поскольку договора на отлов у администрации нет ни с одной организацией. Мы не пускаем сейчас на самотек. Я говорю, мы принимаем заявки и выезжаем там, где действительно ситуация критическая. Мы мониторим все ситуации. Нам поступает заявка, мы выезжаем сами на эту заявку. Совместно с волонтерами. Если действительность ситуации критическая, мы производим отлов собак. Спасибо волонтерам, которые сегодня помогают отлавливать собак и помещают их пока в частный приют. Надеемся, что после постройки муниципального приюта количество бродячих собак в городе уменьшится. А пока напоминаем, что отлов собак производится только на основании заявки от жителей. Ее можно подать письменно в Управлении по благоустройству на Черняховского, 10, или оставить устно по телефону 2-21-48. Позвонить можно также в единую дежурную диспетчерскую службу 4-87-20.